Этот профессиональный конкурс проводится для того, чтобы найти и поддержать передовых школьных учителей, а также содействовать распространению их педагогического опыта и повышению престижа учительского труда. Участие в конкурсе «Учитель года Кубани» открывает педагогам новые горизонты для развития. Учителями славится Россия. Общий высокий уровень образования обеспечивается всем учительским сообществом. И в нашем муниципалитете есть немало прекрасных педагогов, которые благодаря своему самоотверженному труду дают отличные знания ученикам, открывая для них двери в большую жизнь. Об одном из таких педагогов, учителя истории и общества знания из 29-й школы, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани» Елене Васильевой, мы и расскажем в нашем репортаже. Я считаю, что мой предмет один из самых интересных в школе. Поэтому для детей я стараюсь донести так, чтобы им было понятно, интересно и увлекательно. И я думаю, что у меня это получается. Дети меня вдохновляют на различные идеи. Елена Васильева уже принимала участие в профессиональном конкурсе, но с первого раза ей не удалось стать лидером. Зато она приобрела ценный опыт, который очень помог ей проявить свои самые сильные стороны. Так как я на следующий год отестуюсь, я решила просто попробовать свои силы. И моя задача была не выиграть, а достойно представить свою школу. Когда вышла финал, у меня была позиция сделать еще лучше. Начала вспоминать, что я умею, что я хочу, что-то там, чему-то научилась во время конкурса. Но конкурс прежде всего мне дал победу над собой. А в чем это проявилось? Потому что я страх свой переборола. И мне сейчас интересно, я хочу продолжать участвовать в конкурсе. Это прежде всего моя самая главная, наверное, победа. Высокая оценка труда, конечно, приятна для учителя. И все же это не причина для успокоения, а скорее отличный стимул для дальнейшего развития. В этом конкурсе нет соперников. Есть просто единомышленники. И ты развиваешься, ты хочешь еще больше узнать. Ты делишься своими идеями, и эти идеи других там тоже перенимаешь. Это очень интересно. Без поддержки коллектива своей школы очень трудно добиться впечатляющего успеха. И педагоги постарались помочь конкурсантке. Без поддержки, без команды нереально выиграть. И прежде всего победа – это победа коллектива. Потому что я подходила со своими идеями, просила посмотреть. Да, смотрели мои идеи, что-то советовали, организовывали, все помогали. Даже сценки мы участвовали. Когда я участвовала на крае, мы делали сценки. Помогали и дети, и команда. Это очень сближает. Вот все вот эти мероприятия, они очень сближают коллектив. Руководитель учреждения образования очень рада, что Елена Васильева победила в конкурсе. Это хороший пример для молодых педагогов, которые только наращивают свое профессиональное мастерство. Елена Алексеевна Васильева – яркий представитель той когорты учительства, которым, наверное, на роду написано быть учителем, учить детей. Постоянная работа над собой, повышение профессионального мастерства, умение видеть, разглядеть потенциал каждого ребенка и работать с потенциалом этого ребенка. То есть сделать его своим союзником и наладить хорошие партнерские отношения ученик-учитель. Все это позволяет Елене Алексеевне ежегодно готовить победителей муниципального, призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву. Повезло и ее ученикам, потому что они получают качественные знания и смогут уверенно ориентироваться в необозримом мире истории. Я считаю, что Елена Алексеевна очень хороший педагог. Она по-настоящему хороший специалист, и мне очень нравятся у нее уроки истории, обществознания, у нее очень высокий уровень преподавания. Впереди у замечательного педагога еще не освоены профессиональные вершины. Победа на муниципальном этапе учительского конкурса для нее серьезное достижение, но она не хочет на этом останавливаться. В планах Елены Васильевой участвовать в «Учители года Кубани» в будущем с тем, чтобы добиться успеха и на краевом уровне. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Далее выпуск новостей продолжит блок социальной рекламы. Не переключайтесь. Продолжение следует...